Как на том свете, да, что-то так много таких вопросов задавали. Так вот, практика моя показывает, что после уже клинической смерти, после выхода прохода по туннелю, как я рассказывал до этого, персонажи, большая очень комната, в которой много всяких разных персонажей, и которые не обращали на меня ни малейшего внимания, я им был неинтересен. Они занимались своими делами. Мне больше это напомнило какой-то пересыльный пункт или какую-то большую почту. Куда-то что-то отправляли, кого-то куда-то упаковывали. В общем, какая-то такая была возня, занятие, которое нужно было им. И я был просто проходящий, и никак иначе. Вообще, путь был очень интересен, и состояние было очень замечательное. Состояние лёгкости, какого-то освобождения, состояние понятности, которое здесь, на Земле, в нашем миру, практически отсутствует. То есть мы не имеем стабильного состояния понятного восприятия мира. То у нас одни законы, то другие законы, то что-то ещё, то засухи, то пожары, то наводнения. Там же состояние было абсолютно предсказуемого мира, абсолютно предсказуемых ситуаций. Что мне, в общем-то, понравилось больше всего. В принципе, тот мир, в который мы попадаем, наверное, многие из нас, кто пережил клиническую смерть, он очень дружелюбный, очень понятный и очень радостный, если не сказать долгожданный. Нет никаких грехов, нет никаких переживаний, никто ни о чём не парится. В общем, всё понятно, предсказуемо, и всё замечательно. Вот, наверное, основное то, что я вынес из опыта клинической смерти. Дальше, что дальше? Дальше персонажи, которые меня встречали. Состоялся очень такой интересный разговор с ними. Подробности я вам не буду рассказывать. Но, в общем, мне пришлось возвращаться обратно. На что, собственно, я не очень обрадовался. Но, в любом случае, мне пришлось вернуться.